Персонально ваш. Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. У нас в студии Илья Новиков. Известный адвокат. Вы все его знаете. Здравствуйте. Здравствуйте. А также игрок, спортсмен. Ну мы про это еще поговорим. И как-то все знают. У нас вот в связи с актуальной темой сегодняшней, все об этом говорят, выборы своему подзащитному. Рекомендовали пойти на сделку со следствием? Неоднократно рекомендовал, неоднократно они шли. Это далеко не какая-то в российских условиях экзотическая ситуация, потому что при всем при том, что закон написан довольно безобразно, и в эту сделку по закону закладываются какие-то минимальные преференции для человека, я считал все время, еще когда преподавал на все эти правосудия, там закладывается скидка с максимального размера наказания, которая, если считать объективно, для абсолютного большинства людей, которые проходят через судебную систему, не играет заметной роли. То есть если посмотреть, в каких случаях суды назначают больше, в одном случае двух третей, в другом случае половины, от максимально возможного срока, окажется, что далеко не так много приговоров, и, соответственно, не так много людей, которые выигрывают от того, что на эту сделку пошли формально. Неформально эта сделка является сейчас тем, чем раньше была явка с повинной, и отчасти сегодня является явка с повинной. Это способ закрепить материалы дела, что человек лояльно сотрудничает со следствием, что он хороший, раскаивается, пушистый, белый, и что ему нужно дать помягче. И здесь уже многое зависит от того, насколько лояльно судьи согласятся соблюдать вот эту договоренность со следствием, которое для них необязательно. У нас эта сделка, когда студент объяснял, в чем ее беда, я использовал такую метафору, что у нее мотор от газонокосилки, от рамаза, от белаза. То есть сделка со следствием именно начинается с того, что обвиняемый должен написать ходатайство о том, что он просит такую сделку с ним заключить. Следователь ему может отказать. Если следователь за, то может поломать это начальник следователя. Если начальник за, то может поломать прокурор. А если дело поступило в суд, то еще и судья это может поломать. То есть система такая, что человек должен вначале поднять лапки, все сдать, что от него требуется, на себя, на других, что было, чего не было. А потом система будет думать, все-таки эту сделку оставить или не оставить. А если оставить, то что ему дать? Если все так хрупко, почему вы рекомендовали своим клиентам пойти на такой шаг? Потому что есть масса ситуаций, когда реально рассчитывать больше не на что. То есть, понятно, что будет суд, будет приговор. Ресурсы для того, чтобы его оттягивать, или для того, чтобы искать какие-то варианты смягчения исчерпаны. И либо ты идешь вот с этой сделкой и с какими-то шансами на то, что попадется судья, а не садист. Либо у тебя просто нет шансов, и ты играешь в лотерею, в которую ты гарантированно проиграешь. Если человек идет на сделку со следствием, он признает свою вину, получается так? Да, обязательно. Обязательно признает вину. Опять же, вы задрагиваете тему, которая была моей темой, когда я ее преподавал. Я студентом, и в свое время даже судьям объяснял, как те вещи работают в разных странах. А судьи были вашими студентами, извините? Я преподавал на курсах повышения квалификации, еще когда я не был адвокатом. Когда я стал адвокатом, это стало считаться крамолой. Потому что если адвокат в качестве лектора выступает перед судьями, автоматически он попадает под подозрение, что он как-то на них влияет ради своих рабочих интересов. Образование вообще влияет на сути, да, наверное. Ну, вот такие контакты, они не прощаются просто. Но пока у меня не было адвокатского статуса, меня выпускали несколько раз в такие аудитории. И просто чтобы у судей не было ощущения, что вот это непонятно откуда свалившаяся система эта сделка, что ее не было, не было в законе, хоп, появилось. И надо с ней что-то делать. Мы объясняли, как эта система вообще работает в разных других странах. Например, в классической англо-саксонской системе, ну, англо-американской, так будем говорить, там есть масса промежуточных опций. Например, человек может, не признавая себя виновным, или мог, по крайней мере, там сейчас в последнее время с этим борется, потому что такая компромиссная система. Там многие прокуроры склоняются к тому, чтобы требовать однозначного признания вины. Но изначально можно было встать и сказать, я не оспариваю обвинение, получить срок какой-то, да, или штраф, или что там полагалось за соответствующее безобразие. А потом своим знакомым на воле объяснять, что, знаете, вот я, конечно, был невиновен, но мне мой адвокат объяснил, что шансы никакие, поэтому советовал пойти на сделку, вот пришлось. То есть это полупризнание? Это такое полупризнание, да. Есть масса разных вариантов в разных других странах компромиссных. Есть, например, такая система судебного приказа по уголовным делам во Франции, которая применяется по нетяжким статьям. У них там не совпадают с нашими пониманиями границы того, что это уголовное преступление, административное. По нашим понятиям это, конечно, там все может попадать в административку, но смысл такой, что судья получает материалы дела, смотрит его и, не заслушивая стороны, пишет проект приговора. Как он его себе видит. Вот если в деле действительно все так, как есть. Посылает его сторонам. И здесь даже нет вообще подачи апелляции. Просто если кто-то не согласен, хоть в чем-то, он говорит, я не согласен, тогда первый приговор комкается и дело рассматривается по существу. Если все согласны, то что и выходить в суд, тратить время. Бывают такие вещи. Бывают более гибкие системы, чем у нас. А, простите, это примерно так же, наверное, было, когда во Франции судили вот этих футбольных болельщиков наших, да? Насколько я знаю, да. Вот эти все вещи, связанные с тем, что суд в один день дал два года. Да, это было как-то очень стремительно. Это такая система. И, конечно, человек может полезть в бутылку и начать говорить, что нет, я не виновен, давайте меня судите. Но грамотный адвокат в таком случае объяснит ему, что ты, конечно, там два месяца еще будешь невиновным, пока тебя будут судить. А потом тебя судят, и ты пять лет будешь виновным. Поэтому давай лучше выбирай два. Там тоже скидка на срок делается. Да. Но я утрирую, там, может быть, не такие сроки, я не знаком с анонсовским правом. Есть еще одна важная вещь в этой сфере. Наша сделка очень негибкая. То есть, то, что мы называем сделкой, это капитуляция. Полная безговорочная капитуляция в фашистской Германии. Даже если, если в чем-то ошибся, добросовестно пусть даже, да? Или он не ошибся, а сознательно понимает, что он завышает где-то там объемы или рамки, или сроки. А нет возможности признать его частично. Вот если ты признаешь, то полностью безговорочно. В то время как гибкие системы разных европейских стран, континентальных, там, Италии. Насчет Германии не уверен, я давно уже эти вещи проверял. Но, по-моему, в Италии такое было, в Германии, кажется, тоже такое было. Позволяют заключить сторонам соглашение о частичном признании отдельных фактов или отдельных эпизодов. И это, в принципе, разумно. Потому что, если в деле много эпизодов, и по части из них вина признается, то есть смысл вот эти эпизоды сэкономить, а там, где нет согласия, там уже разбираться внимательно. А у нас, я еще раз уточню, все эпизоды с копом. Вот тебе выдали обвинение на руки, или ты его целиком признаешь, либо целиком не признаешь. Понятно. То есть там может быть лишнее убийство, простите, там еще что-то. Ну, убийства скорее нет, потому что все эти сделки у нас применяются по делам, по которым нет наказания свыше 10 лет. Это не тяжкие или как-то? Ну, это средне-средне-тяжкие считается, да. Там, правда, считается немножко по-другому. Сейчас не даваясь деталям. Но смысл в том, что по вот таким делам у нас сейчас проходит в районных и мировых судах больше 60, стабильно больше 60 процентов. Процент растет. При том, что, как я до начала сказал, реальную выгоду от этого, если считать просто по критериям закона, получает далеко не 60 процентов. Там может быть 15, 20, но не более того. А у нас вообще признают охотно вину? Какой процент? Ну, вот такой примерно и есть. То есть, если ты вину не признаешь, то у тебя сделки нет. Если ты вину признаешь, то у тебя логично сразу же брать сделку. Эти вещи сейчас довольно жестко сцеплены. То есть, по 50 процентов это получается сделка? Нет, 60 процентов идут на сделку, но по нашим очень условным, очень схематичным подсчетам, только 15 от этого получают реальную выгоду, если смотреть по закону. А почему так происходит? Я правильно поняла, прошу прощения, Илья. Когда вы говорили, что скидывает в результате сделки от максимального срока, а в результате суда срок-то мог быть и не такой уж и большой. Поэтому получается, что вот мы смотрим по новостям, человек получает больше, чем в принципе мог бы получить в результате сделки со следствием. Выходит больше срок. Это просто вы скорее видите такие громкие дела, где изначально, может быть, условия для этой сделки были неоптимальны. Потому что когда у тебя какое-то значимое дело, скандальное, где есть какие-то основания считать, что следствие прошло не так, там, конечно, идя на сделку, ты теряешь те шансы, которых у тебя изначально нет в других делах, которые рассматриваются кударно, тихо, без публики особенной. Да, там, в деле открыто, но кто в них зайдет? Кто пойдет слушать, как судит Иванова за кражу батона хлеба, скажем, да? В громких делах такие шансы есть, и от них далеко не всегда есть смысл отказываться. Тогда еще один вопрос. Мы про сделку заговорили неспроста, а бывает ли такое, что осужденного по одному делу предлагают стать помощником следствия по другому делу? Да, постоянно. Причем, если эти дела сцеплены, то, как правило, все это происходит еще на стадии следствия, и там, как самый оптимальный вариант, вот то, что действительно является сделкой, то есть предметом торга, а не предметом капитуляции, это то, что человека переводят в статус свидетеля. То есть он просто выходит чистым, без каких-либо последствий. В преимущественном варианте он получает свое судимое за что-то одно, и потом сидит в СИЗО и дает показания своих подельников или неподельников, или тех, кого подельник называл следствием. А в жестком варианте человек уезжает отбывать наказание. Вот то, что мы в последние недели очень часто слышим в связи с историей Эльдара Датина, да, и с условиями содержания в колониях в принципе разных. Он уезжает отбывать наказание, там его на зоне встречает уже зоновский оперативник, то есть сотрудник, который отвечает за ведение оперативной работы уже с теми, кто сидит на предмет того, чтобы выяснить, а не совершали ли они что-то еще. А это такая практика принята? Да, это практика принята, в принципе, этому нет ничего такого. А как она ведется? А ведется она по-разному, нет, но нормально ведется так, что это происходит в форме бесед, если уж так совсем чисто, да, может быть даже за чаем, может быть душевно. А расскажите, что еще вы совершили в своей жизни? Ну, типа того, да. Там, я помню, была публикация такая, у нас такой прокурорский журнал «Законность», который раньше назывался «Социалистическая законность», любимое вообще прокурорское слово. И, по-моему, в этом журнале, если я не ошибаюсь, надеюсь, на них не клющу, была в начале 2000-х статья, которая меня поразила, там какой-то следователь писал на основании собственного опыта, что очень ценно бывает изучить музыкальный бэкграунд подследственного, так оперативным путем удалось установить, что подследственный очень любит песню «Рушник». И вовремя поставив ему эту песню, он добился от него искреннего раскаяния признательных показаний. То есть, он прослезился и все-таки... Да, прослезился, заплакал, кинулся на груз следователя, во всем признался. Нет, в жестком варианте это, конечно, происходит так, что у оперативника есть какие-то сюжеты уже на примете, которые ему прислали из разных городов и весей, и он под эти сюжеты ищет того, кто даст признательные показания. И вот как уже эти показания получают, и как заставляют людей на себя брать то, чего не было, это совершенно отдельный разговор, не имеющий ничего общего ни со сделкой, ни с правосудием, ни с нормальным следствием. Я напомню, что у нас в студии адвокат Илья Новиков. Скажите, пожалуйста, а бывало ли такое в практике и советовали ли вы кому-либо оговорить кого-то ради смягчения ситуации по собственному делу? Вы понимаете, что если я сейчас вам отвечу «да», то для меня это означает моментальный выход из адвоката. Это жестко запрещено. Бывает так, что, я допускаю, по крайней мере, у меня такого не было, что человек может посоветоваться со своим адвокатом, а вот мне следовательно советуют оговорить, а вот как мне быть? И, конечно, нормальный адвокат в такой ситуации не может советовать, оговаривать. Он не может и помешать, с одной стороны, хотя там возникает очень большой этический вопрос. Может ли ты после этого представить позицию клиента, если ты знаешь, что эта позиция сопряжена с оговором другого лица? Там даже и по самому оговору, когда человек сам на себя клевещет, уже есть большой вопрос. Потому что меня, например, в свое время вывели из дела, вопреки закону, когда я встал и сказал, что, по моему мнению, мой клиент оговаривает сам себя. Хотя у адвоката есть совершенно незыблемое право именно так и поступить. Это единственный случай, когда адвокат у нас в России вправе занять позицию отлично от того, что выражает вслух на суде его клиент. Вот стать и сказать. Я считаю, что он себя оговаривает. Давайте разбираться. То есть вы можете защищать клиента против него воли? Да, да. Такое право у нас есть. Но вот суд в том случае посчитал, что такого права быть не может. Нарушить тем самым закон. Но это такой вариант промежуточный. Когда человек сам кузнец своего счастья и несчастья, он считает, что нужно признаться в том, чего не было. Как быть? Когда он оговаривает другого, конечно, адвокату пособничать ему в этом, это значит становиться в буквальном смысле пособником преступления. Так делать нельзя ни в коем случае. Скажите, пожалуйста, вот если верить газете «Ведомости», там есть версия, то, что предлагают Никите Белых дать показания против Алексея Навального, это можно рассматривать как сделку со следствием или нет? Я сейчас в сторону с чужого дела и начну комментировать дело, которое я не веду. Хорошо. Хорошо, если убрать эти фамилии, вот одному человеку предлагают дать показания на другого человека по другому делу, дела вообще никак не связаны, не сцеплены, это формальная сделка со следствием? Ну, это не прописано никак в российском законе, такой сюжет. То есть, я не помню, что действительно по нецепленным делам вот такие вещи применялись. Бывает так, что одно дело расщепляется на несколько, и в одно уходит сделка, а в другое уходит статус свидетеля у этого лица. Такое бывает. Но что по совершенно независимой факторе, это скорее импровизация, которая прямого основания закона не имеет. Хотя такие вещи, конечно, происходят, и мы понимаем прекрасно, что они не могут не происходить, потому что, когда идет то, что на оперативном языке называется выявление связей, вот это выявление связей, оно никак не ограничено теми процедурными рамками, процессуальными рамками, которые имеются. Если ты начинаешь потрошить, как Вася дружил с Петей, что у них было в их многолетней дружбе, то рано или поздно ты можешь выйти на сюжет, где Вася плохой, а Петя вообще не при делах. И Петя ты говоришь, ну вот ты же не при делах, давай заложим Вася. Но оформляться, я с трудом могу себе представить, чтобы это как-то в белую оформлялось. Это скорее может быть так, что следователь что-то пообещает, что он, может быть, потом и не сделает. А подследственный как бы вспомнит, что вот еще был такой эпизод, его опросят сначала, по его опросу возбудят дело, возбудят проверку, начнут проверку, возбудят дело, и далее, далее, далее. То есть эти вещи не будут сцеплены формально. Если вы смотрели многочисленные американские сериалы про работу ФБР, прокуратуры, вот особенно там, да, законный порядок, вот весь сериал законный порядок, он по сути посвящен судебной сделке. Там, где другие сериалы посвящены криминалистике, третьи посвящены там выступлению в суде присяжных, вот законный порядок, он почти целиком о сделке. Как нужно сформулировать свою позицию прокурору, что нужно пообещать о защите и самому фигуранту дела, чтобы он дал то, что тебе нужно. Причем никакого криминала в этом нет. Деятельность прокуроров, как и адвокатов, равна. Она в Америке в этом смысле контролируется дисциплинарной практикой их юридических палат. Вот у нас прокурор – это госслужба, адвокат – это нечто такое, да, сбоку. А в штатах и прокурор, адвокат обязан быть членами адвокатской палаты. И с точки зрения нарушениями рисковых требований, практики, они подотчетны адвокатской палате. Это их очень сильно сдерживает от того, чтобы совсем уж пуститься в такие безудержные фантазии в области этой сделки. У меня совершенно обывательский вопрос. Скажите, а часто вообще ходят случаи, что администрация президента вмешивается в какое-то громкое дело? Ну, опять же, они ходят-то, может быть, и часто. Другое дело, что... А не какие-то основания под собой? Думаю, что как минимум в некоторых случаях могут иметь, аккуратно так скажем. Но люди, которые такие слухи особенно интенсивно распускают, они не могут похвастаться тем, что не вхожи туда или туда. Как правило, такой мейнстрим в этом нашем фольклоре, если угодно, это то, что есть некая тесная связь между администрацией президента и ЗКС, то есть, управлением по защите конституционного строя. И вот есть такая вещь, как оперативное сопровождение, следствие ли, когда, допустим, следственный комитет ведет расследование, а ФСБ его оперативно сопровождает. Или суда ли, когда идет суд, а в коридоре отираются какие-то молодые люди в штатском, которые там непонятно что делают, но присутствуют как на работе, собственно, и на работе. И считается, что подобные вещи, они как раз курируются через какие-то непонятные, неизвестные нам такие связи. Но за руку на этом пока еще, насколько я знаю, никого не ловили, ни оттуда, ни оттуда, ни из администрации, ни из ЗКС. Кухня-то закрытая. Я бы постерегся кричать «волки», потому что нам рано или поздно перестанут верить. Если мы будем про каждое дело говорить, что там лично Путин допоздна горит окно в администрации в Кремле, и Путин лично читает это дело, ну, там один раз, может быть, нам поверят, другой поверят, а дальше начнут уже сомневаться вообще, кто мы такие, почему мы считаем, что мы настолько значимы, наша позащита настолько значима, чтобы там где-то горело окно в Кремле. Можно еще один обывательский вопрос? Вот два дела о коррупции, два видных чиновника. Почему в одном случае назначается домашний арест без особенной борьбы, а в другом – СИЗО? Я не знаю. И никто не знает. То есть, законодательно есть какие-то пределы, когда можно, когда нельзя? Кто инициатор того или другого должен быть? Ну, законодательно они есть, но они очень широкие. Начиная с того, что у нас судьи совершенно не обязаны вникать из-за вообще свободные места в СИЗО. Мы, по-моему, последний раз с вашими коллегами об этом говорили. Если человека постановили арестовать, а свободные койки в СИЗО нет, вот приезжай и ложись на пол. Вот как хочешь. Хоть умри. И многие, кстати, умирают. Но арестовывайся. Но вообще-то у нас такая система пошла довольно раздвоенная с момента, когда Следственный комитет отделяет прокуратуру. У нас, если раньше один и тот же человек, то есть, сторона обвинения в слушаниях по поводу арестов и продления арестов была представлена одним человеком, прокурором, то сейчас типичная картина, когда сидят рядом следователи и прокурор, и не район час, у них хоп, и бывает разное мнение. Следователь говорит, вот давайте арестуем, а прокурор говорит, вот давайте домашний арест. Но по всем знаковым делам, которые вы можете держать в голове, когда вы так вот говорите, что один чиновник, другой чиновник. Или чиновница одна. Или чиновница, да. Мы неизбежно приходим к тому, что это будет делать один из трех таких профильных районных судов. Это будет либо заменитый Басманный суд, либо это будет Лефортовский суд, либо это будет Тверской суд. По-моему, 90 с лишним процентов таких громких дел проходят через эти три суда. Ну, приездные скидки еще, по-моему. Ну, возможно, да. Ну, в общем, небольшой кластер московских судов на колобках, плохое слово колобок, наверное, да, на территории судебных округов, в которых находится управление вот этих структур, которые ведут следствия. И там судьи очень четко знают, чего от них хотят. Не было, по-моему, ни разу, чтобы по делу, которое поступило к суде Карпову Артуру Геннадьевичу из Басманного суда, там старые опытные адвокаты не предсказали точно, какое решение он вынесет. Расскажите, как это делается? Ну, чутье, если угодно, да. Вы имеете в виду, как мы предсказываем? Мы легко предсказываем. Мы предсказываем, что будет арест, и мы угадываем всегда. Ну, узнают, угадывают, если хотите, прогнозируют. Но есть просто, во-первых, внятное понимание, что вот эти судьи из тех судов, которые мы с вами перечислили, что они просто очень хорошо знают, чего от них хотят. Обученные такие. Ну, понимающие. Я не знаю, кто их учил, я их не учил, во всяком случае. Понимающие люди. И первое, когда возникает момент разногласия между вот этим следователем и прокурором, которые хотят разного. Это уже что-то значит. Это может... Судьи в такой ситуации в большинстве случаев убирают более жесткую меру. То есть, убирают арест, а не домашний арест, а не подписку, а не что-то еще. А почему они, людоенцы такие, что ли? Судья отвечает в том случае, если подсудимый сбежит. Обменяемый сбежит. Вот ты ему дал мягкую меру, он сбежал, а давай-ка выясним, не взял ли ты взятку. Что-то такое. Здесь следователь просил арестовать государственный человек, да? А ты пошел против государства. Почему это так? Если два государственных человека говорят разные, конечно, в суде появляется некий люфт, и к нему меньше вопросов в этом случае, но тем не менее. А вот когда следователь с самого начала говорит, что давайте домашний арест, это значит, что уже какой-то мягкий договорняк в этом случае есть. Потому что, если, ну, смотрите, что это значит с нашей точки зрения, с посторонней точки зрения, да? Если там совсем такое душевное такое уединение, да, то следователь может просто написать подписку своей властью, не выходя в суд, да? Вот вам подписка о невыезде, идите. И все. И мы не увидим этого суда. Если там начальство говорит, давай арестовывай, следователь ничего не остается, он идет в суд, берет подкрызек, идет и арестовывает. А вот такой вариант, чтобы выйти в суд и просить домашний арест, это все-таки, ну, такая золотая середина, которая, на самом деле, не так часто бывает. Не так часто с этим выходит у нас. У меня на памяти, в моей практике было, там, может быть, два или три раза, когда человеку внезапно, когда мы ждали вот по всем приметам, что его арестуют, внезапно давали домашний арест. Как правило, если с этим выходит в суд, то это же и получается. Я прошу прощения. Это результат договоренности обвиняемого с следователем? Ну, не всегда, нет. Я боюсь говорить про слово взятка. Нет. Слушайте, ну, если уж вы договорились дать взятку, то уж, наверное, вы должны себе запросить полный сервис за эти деньги, да? Ну, то есть, свобода. Да, ты уж меня отпусти вчистую, да, раз уж берешь. Я говорю теоретически, да, я, поскольку постоянно понахожусь под пристальной лупой, под пристальным вниманием, мне, значит, этим очень легко говорить, потому что я про себя знаю, что никаких взяток я не ношу и не буду носить никогда, и даже обсуждать их не буду с другими людьми. Но земля слухами полнится, в принципе, известно, как это работает. Как правило, если следователь вымогает деньги за что-то промежуточное и частичное, то эту разводку он нарушит. Деньги возьмет, ничего не сделает? Ни возьмет, ничего не сделает. А иногда бывает такое. Это чаще, правда, бывает по гражданским делам или по арбитражным делам, еще по уголовным, но я не буду говорить, как это называется, это не очень хорошо звучит. А, значит, система такая, что человек берет деньги под решение в случае, когда ситуация 50 на 50. Говорит, вот я договорюсь с судьей, дай мне, столько-то, все решено. И ждет, какое будет решение. Если решение в пользу того человека, который ему деньги дал, он говорит, ну, все, видишь, замечательно, все сработало, квиты. А если не то, он эти деньги честно возвращает, говорит, вот, понимаешь, там дали больше, извини, не получилось. Или там позвонили сверху. Ну, такая лотерея сообразная, где казино всегда побеждает. Но это по части баек. Ну, кстати, вот еще одно в новостях прозвучало уже не первый раз. Мы слышим о задержании генерала ФСО с формулировкой «серьезное нарушение законодательства». Нет, подожди, это, по-моему, первый генерал ФСО, который был задержан. Нет, я имею в виду, что про него мы слышим уже не первый раз в новостях, вот именно с этой формулировкой. Она никак не раскрывается. Вот «серьезное нарушение законодательства». Что за этим может скрываться? Ну, как вы правильно догадываетесь, все что угодно. То есть, еще не определились за что? Мне это очень напоминает. Ну, определились, видимо, по понятиям своим. То есть, человек, который кивал головой, своей главной головой делал главный кивок, он понимал, наверное, за что. Но, может быть, это за что было не очень удобно публиковать и не очень удобно об этом рассуждать. Мне это очень напоминает формулировку, которая, скорее, в криминальной среде бытует. Опять же, мы, может быть, наших слушателей вовлекаем как-то излишне глубоко в эти все сферы. Но, тем не менее, в среде преступных авторитетов есть такая формулировка, к такому-то есть вопросы. Там, условно говоря, арестовывают вора в законе, там, не знаю, какого-нибудь молодого или старого, какого-нибудь еще, и вот он находит, публиковает в СИЗО, и в это СИЗО идет записка, малява там, да, или прогон, как это называется. Значит, такого-то ворум временно не читать, потому что к нему есть вопросы. И вот это к нему есть вопросы, оно широко, гибко может включать разные вещи. И у меня ощущение, что люди, которые в официальных релизах, правоохранители, которые используют такие формулировки, что были нарушения закона, они, может быть, идею, там, черпали из тех же источников, что и вот эту формулировку... Я прошу прощения, а может ли не подтвердиться эта история? Может. То есть, а, нет, не было ничего, нормально с законом. Вопросов больше нет. Мне это напоминает случай, когда заимствуют лексику. Однажды священник, который окормлял зэков, он им объяснял, как перед Пасхой, что нужно провести великий шмон в душе. Просто на их языке говорил. Вот скажите, то, что генерала ФСО сдержали, это какой-то новый этап закручивания гаек? Не знаю. Но это на... Вы сейчас ходите в сферу... Мы любим сигнал. Да, в сферу политических таких комментариев. Дрожание его левой икры есть великий признак. Вот я в дрожаниях левой икры не разбираюсь. Хорошо. Я не могу так сходу припомнить, чтобы кого-то такого высокого ФСО как Лоприя вот так просто задерживали. Не остраняли там, да, не уводили в отставку, а именно арестовывали. Но что-то значит, и значит, что это что-то глобальное, я вам сказать не берусь. Вот есть конкретный инцидент был в Орле, когда полиция проигнорировала звонок об угрозе жизни, да, и произошло убийство. Это отдельный случай или такое правило? Ну, правила такого нет. Есть то, что у нас на языке юристов называется тенденция правопримительной практики. Или обыкновение правопримительной практики. Все эти знаменитые стишки на тему «там сказали этой тете, вот убьют, тогда придете». Дословно воспроизводящаяся эту ситуацию. Они же не на ровном месте взялись, да. А так устроена работа полиции, что они очень сильно зависят от учетов, от палок знаменитых. Сколько там входящих, сколько исходящих. Насколько обращения не отреагировали, не отреагировали. Начали проверку, возбудили дело, не возбудили дело. Все это предмет такой сложной отчетности. И, в принципе, каждый звонящий по телефону или приходящий в отделение с заявлением, он изначально, вот на этом начальном этапе, рассматривается как относительный проблем. То есть, он портит отчет? Если бы он не пришел, не позвонил, было бы гораздо лучше. Там дальше, может быть, уже когда дело возбудили, уже какая-то другая логика применяется. Но на первом этапе заявитель – это всегда проблемы, нужные, ненужные, к месту, не к месту. Так что я очень понимаю логику, которой руководствовался человек, который вот этот звонок просто отшил. Если действительно все было так, я запись не слышал, я, естественно, понимаю, о каком деле вы говорите, если комментируют, но здесь я, может быть, действительно не по-адвокатски поступаю, не слышу своими ушами, что там было. Но то, что такие случаи бывают, и нам о них постоянно рассказывают клиенты наши, и не наши, это правда, это есть. А вот скажите, пожалуйста, о тенденциях, если можно. У нас на прошлой неделе, по-моему, были публикации о том, что Верховный суд решил еще раз напомнить или как-то там сформулировать на своем пленуме по поводу того, что не надо переписывать приговоры судьям, прям вот то, что следствие принесло, не надо с теми же ошибками вот это вот все писать, и о том, что признание не есть царица доказательств. Казалось бы, разве этого не существовало в практике? Зачем понадобилось напоминать? В практике нет. В законе существовало он уже много раз, и много раз в разных законах, в разных редакциях, изводах и много лет. Понимаете, судьи, они очень хорошо понимают, когда начальство всерьез, а когда не всерьез. Ну, бывает так, вот опять же, из моего опыта 10-летнего пребывания в ВУЗе, который обслуживал учебно и научно обслуживал Верховный суд, раньше была Академия правосудия, потом Невсит правосудия. К нам на кафедру волнового процесса регулярно поступали разные такие телеги или подметные письма, или в общем по-разному это называли, из Верховного суда, с таким в общем посылом, что вот смотрите, вот здесь Страсбургский суд и Европейский вступал в чеке решил вот то-то, нам по этому поводу написали из Европы, как нам на это отвечать. То есть не вопрос, как нам улучшить наше хозяйство, а вопрос, как нам подобрать формировку, чтобы на это ответить, что мы не виноваты, у нас специфика, а так вообще все хорошо. И я не судья. Вы написали? Конечно, писали. И даже вроде неплохо писали, как мне это представляется. Понимаете, я не будучи судью, я может быть не совсем верно это воспринимаю, хотя мне кажется, что представляю все-таки, что они там происходят в голове. Судьи очень хорошо знают, что все эти годы они работают вот с этими флешками, вот с этими перепрошабинительными заключениями, скопируя Ctrl-C, Ctrl-V, и никакого серьезного возмущения наверху это не вызывало. И когда не было, не было, не было, гладко потом хлопает такая громкая формировка, очень многое зависит от того, Верховный суд к этому будет возвращаться еще раз и еще раз. И будет ли он через председателя судов доводить, что теперь это реально серьезная новая политика. Потому что если этого не будет, если вот это такая кардиограмма, ровно-ровно-ровно, хоп, дальше ровно-ровно, значит, начальство пошутило, значит, начальство ничего такого в виду не имело. Так что я постерегся из этой отдельной истории выводить какие-то грандиозные последствия, пока флешки никто не отменял. Еще один вопрос. Вот мы часто сталкиваемся с такими делами, ну, уже в новостях, да, когда вообще непонятно, как умудрились обвинить-то? Ну, вроде бы, вот, ну, с Дазиным или с, там, вот, воспитательницей детского сада, которая что-то перепостила и получила реальный срок вообще на ровном месте абсолютно. А кто-то должен потом вот так же, как вот вы рассказывали, все это сформулировать, чтобы было, ну, прилично выглядело? Или это уже не важно? По-разному. Во-первых, есть большая разница между делами, которые дошли до Европейского суда и были коммуницированы, то есть, по которым Европейский суд задал России вопросы, а что вы, собственно, имели в виду? А внутри России такие вопросы не задаются? Вот специально для работы с Европейским судом у нас есть пожарная команда, такая, там, в штате представителей России ОСПЧ, которая занимается тем, что по каждому делу, где есть опасность решения против России итогового, контактировать с прокурорами, с судьями на места, говорить, вот давайте вы пересмотрите быстренько, чтобы вы могли сказать, что эта ошибка уже исправлена внутри России, что мы получали меньше решений. Вот тогда уже возникает вопрос, как подтягивать. Пока эта система не попрехнулась чем-то, пока это дело гладко идет из одной инстанции в другую, собственно, из инстанции это две на самом деле. А дальше начинаются отписки, по большому счету. Там бывает время от времени, что что-то там касаться и поменять, но не массово. А так есть первая инстанция, которая работает там полуавтоматом, операция, которая, по моему глубокому убеждению и наблюдениям, работает вообще автоматом, и следующая инстанция, которая работает в порядке чуда. Извините, но другого суда у нас для вас нет. Мы работаем адвокатами, дело с тем, что есть, и в рамках того, что есть, как-то еще умудряемся существовать и чем-то приносить пользу, потому что нам люди за это платят деньги. У вас, кстати, оправдательные приговоры-то есть в практике? У меня есть дела, когда уже прекращались. Потому что, когда дело дошло до суда, а если оно дошло, и это уже острый вопрос, там оправдания, как правило, быть не может. Судья может дело завернуть, судья может дело прекратить, направить на доследование, чтобы его там похоронили. Но взять оправдание по острому делу, это для судей большой риск. То же самое. Мы это сразу с вашими коллегами проговорили в предыдущий раз, когда я сделал эту студию. То есть, я правильно понимаю, что у вас, у известного опыта адвоката, нет ни одного оправдательного Чистого оправдания, по всем эпизодам, вчистую, чтобы человека отпустили с реабилитацией, вот в моей практике, большой, такого не было ни разу. Так. Это нормально? Это плохо. Но мне не кажется, что это плохо для меня, как для специалиста. Это плохо говорит об общем состоянии положения дела в нашей системе. А вот приговор... Потому что невиновных людей, конечно, защищал. И доказательства невиновности, просто прямые доказательства невиновности, конечно же, были. Скажите, так, а приговор по делу Киров-Леса, его должны замести под ковер или все-таки вынести? Вот по нынешней ситуации, как вам кажется? Я плохо знаю ситуацию. Нет, я сейчас не видя документов и не видя этой ситуации изначально, я могу сказать какую-нибудь глупость. И тут же окажется, что адвокат Новиков полез не в свое дело и заслуженно получил заявку. Давайте про другое громкое дело все-таки не можем не спросить. Виктор Янукович сейчас очень хочет выступить с допросом. Допрос его срывается. И вот он только что заявил, что представит в суд три тома дополнительных сведений о событиях на Майдане. Просит приобщить их к делу. Как вы считаете, там действительно может быть какая-то сенсация? Ну, во-первых, не дали как вчера, в это же самое время, я в Киеве давал показания в киевском суде как свидетель. И не то чтобы... Как свидетель страны обвинения? Как свидетель страны обвинения, да. Меня вызвали. Там сейчас рассматривается дело в отношении Плотницкого. При том, что как раз на нем-то там клеймане где ставится, я не знаю, сколько там в отношении него есть у киевских структур. Но вот это отдельное дело, которое касается ровно той истории, когда Надежда Савченко вывозили в Россию через границу. Похищение, незаконное лишение свободы. Вот по этому делу я давал показания со стороны обвинения. Приехав в суд в Киев, придя туда ногами, принеся присягу, подписавшись. А как раз ровно по этому кейсу Савченко нам российские суды многократно объясняли, что никакого трансграничного сеанса видеосвязи быть не может, потому что есть специальный судебный скайп, ну скайп условно, программа видеосвязи, которая работает только между российскими судами, которая требует специального программного обеспечения, в Киеве такой программе негде взяться, поэтому все ваши потуги допросить кого-то из Киева по видеосвязи изначально невозможно. А вот это появилось, что ли? Я не совсем уверен, что было в этом случае. Мне кажется, интересно будет, как это оформили. Потому что если этим занимается российский суд, организует видеосвязь в месте, где находится свидетель, значит они каким-то образом подтягивают вот этот видеосвязь к той процедуре, которая прописана в ОПК, которую, как нам много раз говорили, ориентирована только на российскую систему связи. Так это говорит о том, что вас обманули. Или поменялась концепция. Такое тоже бывает. Может быть, кстати, украинский суд более всеяден. Может быть, украинский суд не заточен на программное обеспечение, с помощью которого идет сеанс, а ему интересно собственно видеть этого человека, а уж как идентифицировать его личность, что это он или не он, это другой вопрос. Может быть, они так на это считают. Но для вообще всей этой индустрии судебной видеосвязи Киес Януковича, как он давал показания, это как раз будет очень интересно. Мы обязательно будем очень внимательно смотреть. И только это было оформлено и обосновано. Почему этот человек, сидя в Ростове, может участвовать в деятельности. А содержание выречей? Не буду скомментировать. Я не знаю, какое там должно было быть или могло быть это содержание. Я вообще по новостям, судя по тому, что мы не слышали, там ему вообще не дали начать говорить, как я понимаю. Там перенесли это все на последующую дату. Ну да. И он как-то очень хочет все-таки выступить, потому что по этому делу он походит как свидетель. Это похвально. Гражды хуже, когда свидетель бегает и не дает себя допросить. Ну, хорошо. Во всяком случае, нашли за что похвалить Януковича. А, кстати, по поводу выдачи. Мы вот тут со слушателями беседовали. Он говорит, а чего бы нам не выдать Януковича-то? Вот когда человека обвиняют, в общем-то, так серьезно на государственном уровне, вы вот считаете как адвокат. Это его лучше отдать туда? Я так понимаю, что Януковича есть уже российский паспорт. Ну, была такая информация. Вроде была информация, что это опровергается. Но если он есть, то вопрос на этом закрыт. Россия ровно один раз с горяча, с перепугу выдала своего гражданина в Туркменистан. И то нашли после этого возможность его вернуть. Полугласно, так в обход, бачком-бачком, но его вернули и отпустили. Подождите, а шпионские обмены вот эти? Сутягина путавали американцев? Это считается, что мы его не выдали. Это считается, что мы его отпустили. Вот мы его отпустили, помиловали. То есть, это другая юридическая процедура. Другая процедура. Считается, что человек волен ехать куда он хочет, он хочет за границу, он и пустит едет. Это другая совершенно история. Украина, наоборот, была история другому клиенту. Такой Платон, Платон, это фамилия Вячеслав Платон. Молдавский бизнесмен, у которого был украинский паспорт. Вот его Украина умудрилась выдать Молдове, вопреки этому самому украинскому паспорту, без суда, посадил его в наручниках на частный бизнес-джет, который его в один вечер увез из Киева в Кишинев. Вот я еще днем в 4 часа с ним беседовал в Киеве, в СИЗО. А в 9 вечера он уже был в Кишиневе, в Молдавском СИЗО, в руках своих политических противников, которые сейчас ему шьют дело о хищении миллиарда. Вот эта история к вопросу о том, насколько серьезно страны относятся к своему гражданству, к защите от экстрадиции, которую это гражданство дает гражданам. Вот Россия, может быть, по каким-то другим причинам реальным, чтобы не объяснять, почему ему выдали Лугового и не выдали Пупкина, говорит, вот мы не даем никого, поэтому Лугового тоже. И ради этого Пупкину повезет, и Пупкин будет спасен из какой-то такой ситуации. Если такого представления о том, что у нас нет выдачи, потому что мы не выдаем своих, значит, никого, в стране нет, что может быть и неплохо, иногда это может приводить к тому, что выдают, что нехорошо. Спасибо большое. К сожалению, у нас закончилось время, осталось много вопросов. Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. На студии был известный адвокат Илья Новикова. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.